Михаил Владимирович, доктор философских наук, доцент по кафедре философии и писатель. Знания Атлантиды и об Атлантиде в романе «Гражданин двух миров». Спасибо. Только тихо, тихо. Я благодарю за внимание, которое будет оказано этому докладу. Значит, зачем я сюда, в принципе, влез? Влез. Я сначала немножко по методологии скажу. То есть я рассматриваю вот эту тему, которую сейчас буду поднимать, как один из тоже способов снятия информационно-образовательных ограничений. И методологический тут аспект такой, что я в данном случае презентую очень интересную книгу, которая называется «Гражданин двух планет». Вот. И эта книга и об Атлантиде, и, как говорится, о том, как ее исследовать. Ваша книга. Нет, автор тут обозначил. А, тут не видно. Сейчас я скажу все про автора. Значит, методологический аспект тут такой, что многие не понимают, как надо правильно вообще исследовать. Там вот предлагали, там какой чушь официальный, какие-то источники говорят. Вот. Но в данном случае, если брать как метод исследования, это метод исследования художественной литературы и фантастики, в которой представлена та информация, которая запрещена к официальному распространению, ну, или к широкому распространению. И она подается в такой вот фантастической эзотерической форме. Вот. Значит, автор Филос. Значит, кто это такой? Значит, ну, давайте я покажу там его фотографию. Вот. Значит, Филос это, ну, автор этой книги, реальный автор. Значит, она была получена путем ченнелинга, то есть контактерским способом в конце 19 века в США. Вот. Американец-то я мою один записал. Ну, вот тут его написано, его атлантическое имя, Йоу Горро, автор этой книги. Там даже вот его подпись есть на языке атлантов. Вот. Ну, и там... Поближе. Поближе, да. Да, ну, и там представлена различная информация. Книжка очень интересная, потому что там, ну, тут вот все говорили, как там потонуло, затонуло, а там вот представлен социальный аспект жизни в Атлантиде, то есть как там было устроено общество, как там жили люди. То есть это построено на основе его реинкарнационной памяти, этого филоса. Ну, вот. Значит, он там описывает, как он там родился юношей, там делал карьеру. А дальше, значит, там почему вот она гражданин двух планет, потому что потом он уже переселился на Венеру, но, конечно, не в физическом там теле, а в тонком там, а в астральном, скажем так, потому что там на Венере физическая жизнь невозможна, ну, на наших вибрационных частотах. Вот. И поэтому вот она и называется гражданин двух планет. Я вот могу там тоже показать оглавление ее. Ну, тоже покажу. Оглавление тут, может, не очень хорошо видно, но примерно вот показано, да. Ну, вот. О чем там идет речь. Ну, вот он дает, значит, он там что дает? Он дает, показывает, во-первых, какое там социальное устройство было в Атлантиде, потом дает, значит, обзор их религии, их научной системы знаний, которая там была. Вот. Ну, дает там также вот, там, по Венере там у него вот есть. Почему погибла Атлантида? Да. Остается, да, почему погибла Атлантида. Ну, и если про это говорить, то там конкретно, он там, одна из причин, это, кстати, вот, то, что у нас сейчас проводится, это разрушение системы образования, когда исчезло массовое такое, скажем так, просвещение, и знания оказались в руках очень такой узкой верхушки элитарной, которая стала на их основе манипулировать населением. Ну, и там, естественно, возникли, ну, это достаточно там известно, вот эти там черномагические культы, там человеческие жертвоприношения, вот. Ну, у него там это все в художественной форме показано, как это все произошло, к чему это привело. Ну, вот, есть там, сейчас я тоже вот это хочу показать, карта Атлантиды есть, тоже довольно любопытная, вот, там показано, в какие широты это в Атлантическом океане от 40-го до 80-го западной долготы, то есть, ну, к западу от Гринвича, где она находилась. Ну, тут понятно, что это, ну, не вся там история Атлантиды, естественно, а тот период, когда он там воплощался, там, и какие-то, ну, близкие относительно времена, но это уже Атлантида поздняя, там, не ранняя, которая там миллионы лет назад была, такая уже более поздняя, ближе к ее закату. Вот, ну, что там еще дано, вот, я, что меня там больше всего впечатлило, вот эту таблицу вывел, ну, вот пример Атлантических знаний. Вот, ну, вот, пример вот знаний из Атлантиды, вот, что меня тут заинтересовало, это вот эта таблица, вибрационная таблица, да, вот, обратите внимание, химический элемент, там твердое состояние вещества, подвижное состояние вещества, оно соответствует уже ощущению там человека, затем идет звук по тонам, тепло после звука, свет, выше света по вибрации электричество, затем магнетизм, затем психическая жизненная сила, и затем сознание. Тут вот я хочу вот на это вот обратить внимание, потому что у нас все время говорят, вот, там, светлые силы, темные силы, вот, а оказывается, это вибрационный уровень достаточно низкий, вот этих так называемых светлых сил, то есть, оказывается, вот, почему-то у нас никто не горит, тут и психические силы, там, сознательные силы, все говорят, битва светлых и темных сил, вот, видите, да, вот где это вот, вибрационном уровне оказалось. Ну, это вот я такой пример привел, вот тех знаний, которые в этой книге содержатся, вот, поэтому, ну, соответственно, призываю тех, кому это интересно изучить, прочитать, книжка эта издана издательством «Сфера» в 2011 году у нас. А можно попросить ее показать? Да, да, можно, да. Раз мы о ней ведем речь. Да, издана издательством «Сфера» в 2011 году. А вот так она вышла где-то в XIX веке. Да, первое издание в XIX, ну, это, ну, это с американского издания, она сделана, с американского издания 1952 года. Вот, 1952 года издание. Вот, и они там, почему в Америке там, потому что там и автор об этом говорит, что возрожденная Атлантида – это Америка, там у нее неоднократно это проскакивает, и там, ну, не только он, а есть еще там художественная литература на эту тему. Одна там женщина из «Золотой зари» как-то ее забыла. Мария Орси. Как? Мария Орси. Нет, 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 нет. Ну, вообще, это циная мысль, что Америка – это Атлантида. Да, возрожденная Атлантида. Я просто, ну, забыл эту даму, которая тоже писала, ну, у нее тоже там художественные произведения, просвещенные жизни в Атлантиде на основе ее воспоминаний. Вот, поэтому, ну, я там могу, конечно, если интересно, там зачитать какой-то фрагмент, а так, в принципе, все. То есть, в общем, призывают и изучать, читать, и использовать для изучения Атлантиды уже чисто методологические, какую-то художественную литературу и фантастические какие-то произведения, потому что там часто вот как раз в такой художественной форме подается информация, которая является закрытой для широкого распространения, скажем так. Понятно. Владимир Владимирович, вопрос. А вот он там пишет, как ему удалось это знание прошлой жизни? А, знание прошлой жизни, но... Сплыло или чего? В связи с чем вообще? А, сейчас я... Чтобы предупредить или что? Сейчас я объясню. То есть, он передал контактеру, американцам, предисловие это есть, была передана контактерская информация, то есть, с ним вышел на связь вот этот вот автор, ну, училась, это его псевдоним, вот, и передал ему эту историю для опубликования. То есть, это не он автор, да? То есть, тот, кто ее записал, он как контактер, то есть, как Ченнелли. То есть, он просто автоматическим письмом это записывал. То есть, дух какой-то... Да, да, да. То есть, это продиктовано именно вот с тонких планов. А дух там, не воплощенный, да? Да, да, да. Ну, в данный момент. Хотя он там, ну, он написывает там и свои реинкарнации там в разные эпохи. Ну, он там, естественно, что-то там, как говорят у нас, накосячил в этой Атлантиде там всякие у него, значит. То есть, раскаялся, да? Да, ошибки были, да. Да, да, и он это предупреждает, как там дурную харму там себе не набирать. Вот. И так достаточно подробно здесь это все описано. Вот. Поэтому вот используйте, как говорится. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать, что свет красно-белый, вы его подчеркнули, красный, это не тот свет, который, например, отражает психические энергии жизни. Это разные. Как-то даже, во-первых, я не красный белый, а я это, ну, нижний спектр красный, верхний. Нет, вы сказали, что свет находится только на пятом уровне. А вот этот свет, который отражает психические энергии, это другой свет. И жизненные силы, жизненные силы, это вообще специфические энергии. А сознание тем более. Спасибо. Ну, как тут именно это и показано? Александр Иванович, извините, я должен поправиться. Я, по-моему, сказал, что объем Черного моря пятьсот пятьдесят кубических километров. Я говорил. Ну, я просто, чтобы... Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вот Евгений...